Однажды пророк, саллиллаху алей и ва салям, сидел, и молодой человек подошел к пророку, саллиллаху алей и ва салям, сказав ему, «О посланник Аллаха, я сирота, у меня есть сад, и я хочу огородить его забором». Но проблема в том, что есть еще один брат мусульманин, который живет по соседству со мной. Его единственное финиковое дерево стоит прямо посередине. И этот мусульманин был лицемером. Я попросил его продать мне это дерево, но он не захотел. Пророк, саллиллаху алей и ва салям, позвал того лицемера и сказал ему, «Продай мне свое финиковое дерево, и я обещаю тебе финиковое дерево в раю, путешествие по теню которого будет длиться... Это слово «лучше». Насколько это будет прекрасно, но лицемер отказался, потому что полюбил Дунья, мирскую жизнь. Абу-Дада, да будет доволен им Аллах, сидел там же. И Абу-Дада, да будет доволен им Аллах, сказал, «О посланник Аллаха, если я куплю то финиковое дерево, обещаешь ли ты мне финиковое дерево в раю?» И пророк, саллиллаху алей и ва салям, сказал, «Я обещаю тебе финиковое дерево в раю». Абу-Дада пошел к этому лицемеру, и он сказал ему, «Продай мне это финиковое дерево». Лицемер ответил, «Я не продал его посланнику, саллиллаху алей и ва салям. Думаешь, я продам его тебе?» Абу-Дада сказал, «Ты знаешь, кто я?» Абу-Дада, и продолжил, «Ты знаешь что-нибудь про мои сады?» Лицемер ответил, «Да, все люди не знают про твои сады. Твои сады самые красивые, 600 деревьев, самые красивые воды и дворец». Абу-Дада сказал, «Если ты мне дашь то финиковое дерево, я клянусь Аллахом, отдам тебе весь свой сад». Лицемер сказал, «Ты смеешься надо мной?» Абу-Дада, ради Аллаху ангу, сказал, «Доверься мне, поверь мне». И тогда лицемер отдал свое одно финиковое дерево. За что? Одно дерево? За целый сад. Абу-Дада, да будет доволен им Аллах, возвращался к пророку, саллиллаху алей и ва салям. И он ликовал, потому что он знал, если у него будет дерево в раю, то однажды, войдя в рай, он уже не покинет его. Он вернулся к пророку, саллиллаху алей и ва салям. И когда пророку, саллиллаху алей и ва салям, стало известно, что случилось, то пророк, саллиллаху алей и ва салям, сказал, «О Абу-Дада, когда ты ушел, я обещал тебе одно финиковое дерево в раю, клянусь Аллахом, сейчас я вижу, что для тебя рай заполнен финиковыми деревьями». Полон финиковыми деревьями. Абу-Дада вернулся домой. Его жена была в саду, и он сказал, «Покинь этот сад». Она спросила, «Почему?» И он сказал ей, «Я купил финиковое дерево, тем самым купив деревья в раю». Путешествие по тенью этих деревьев длится сто лет в этом саду. И вы знаете, что она сказала? Она сказала, «Вот так выгодная сделка!» И ученые сказали, что они провели бы всю оставшуюся жизнь в бедности, зная с уверенностью, что окажутся в раю.